Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь, я должен сразу же признаться, я даже не скрываю, что это видео пиар. Это видео пиар на правах рекламы, и касается оно нового телеканала, который засиял прекрасными красками на небосклоне средств массовой информации Украины. Телеканал называется Прямой, потому что кривые уже достали каналы, знаете, один плюс один смотришь, там эспрессо, всякое вот это вот дерьмо, а там, ну, помимо того, как разукрасить вышиванку под пение гимна так, чтобы она не тонула в Мертвом море, вот что-нибудь такого, знаете, больше ничего интересного и нет. И даже уже посмеяться, уже смеешься над ними, смеешься, пинаешь их, пинаешь, знаешь, уже как труп тупой пинаешь, даже неинтересно. Вот здесь вот канал появился прямой, рекомендую к просмотру, потому что на нем работают действительно хорошие, серьезные журналисты, Матвей Гонопольский и, хотел сказать, Дмитрий, Евгений Киселев. Но давайте так, вы выглядите абсолютно несподеванно, и, ну, это класс, давайте так. Это Матвей Гонопольский в прямом эфире на телеканале Прямой влюбляется в Арсения Петровича Яценюка. Вы знаете, что любви все возрасты покорны? И после того, как он признался Арсению Петровичу в любви, в том, что тот отлично выглядит, у меня как бы зародились всякие там мысли по поводу спонсорства этого канала, вернее, откуда вообще ноги растут. Но вполне возможно, что это так, знаете, просто глупые подозрения. В общем, дальше он спрашивает, как вам по поводу заявления России о том, что НАТОвские солдаты прошли по Киеву. Ну, а какая может быть потеря суверенитета, если по твоим улицам маршируют войска иностранных государств? Глупость! Арсения Петрович Яценюк, такой, знаете, безапелляционно такой резкий политик, и он говорит о том, о чем всегда говорил, что это, да, потеря, только потеря про дектората России. Только потеря там... Ага, то есть мы упустили, многое упустили. Еще 9 лет назад могли же принять план по поводу членства в НАТО. И более того, Арсений Петрович был подписантом, подписантом этого плана. А что ж тогда случилось? Что не получилось? Если бы получилось, то бы давно в НАТО были. То я думаю, что бы подеи в свете развивались бы по-иншему, и в Украине так же. Правильно. Мне, чем Арсений Петрович нравится, тем, что он говорит и не задумывается о том, что кто-то может перепроверить. Теперь третий вопрос, который касается вступления в НАТО. Я вам открою тайну. О вступлении в НАТО сегодня не стоит вопрос на повестке дня вообще. В лучшем случае, вступление в НАТО случится так через лет 10. И в письме об этом нет ничего. Свои... Подожди. Как это в письме об этом нет ничего? Арсений Петрович это путает, просто путает. Если бы был принят план действий史 до членства в НАТО в 2008-м, я тогда был подписатом свердения до НАТО с точки зрения к плану действий о членства. Эээээ, а ведь ты врешь, Василий Иванович! Давайте посмотрим, что там пресса писала. Яценюк назвал ошибкой письмо трех в НАТО и считает, что Тимошенко играет в дурачка. Депутат Арсений Петрович считает ошибкой подписание в 2008-м под руководством Украины письма к генсеку НАТО о желании Украины присоединиться к плану действий относительно членства в Альянсе. Но прошло буквально 9 лет и Арсений Петрович Циевик просто забыл о том, что он считал ошибкой желание Украины присоединиться к плану по поводу присоединения к НАТО. Я откровенно скажу, что, к примеру, по вопросу НАТО мы потеряли очень много, начиная еще с подписания письма в НАТО. Того самого письма, которое сегодня Арсений Петрович Циевик расценивает как свою победу, которую, знаете, не оценили вовремя. И в Украине так же. И нам нужно сделать выясновки. Выясновки с допущенной ошибкой в 2008-м году не нами, а нашими партнерами. Так это какие партнеры допустили тогда ошибку? НАТО что ли? Или я не могу понять? Арсений Петрович. Нравится мне Арсений Петрович. Болтает! Я почав с того, что я вас не признал. И вважайте это за комплимент. Вы просто в чутковой форме. Ну, то, что ты болтаешь, Арсений Петрович? Давай-ка лучше я тебе еще раз расскажу, как ты классно выглядишь. А можно до вас дотронуться? Да, журналисты вообще. Кстати, на заднем плане там что-то бубнешь, да? Так это просто у них технические проблемы. Прямой, потому что. Прямой. Вот. Канал имею ввиду. Ну, а ладно. Он высказал свои, свои, короче, эти самые, дифирамбы спел Яценюку и нашел супрун. Как бы вы могли сказать, мы, ну, например, в сфере охороны здоровья, без деталей, мы рухаемся вперед? Мы рухаемся вперед и дуже... Какой мощный вопрос! Из копыт ее просто сбил. А она такая говорит, не, мы идем назад, как той рак. Мы идем назад, мы все просрали. Или что она должна была говорить? Конечно, она исполняющая обязанности министра. Что она может еще говорить? Мы рухаемся вперед. Вперед ногами. Обожаю всем доброго здоровья, чтобы... Еще одно питание. Как вам парад? Как вам вот те американцы, которые кроковали? Круто. Ну, круто. Профи, знаешь, мастерство не пропьешь, как говорится. Мне больше всего нравилось там. Работал Ганнопольский на одном канале. Он гонял всех журналистов там. Типа, да что вы тут? Вы не профессионалы. Да. Добрый день. Добрый день. Я очень рада видеть вас сегодня на святкувании 50-й речнице Святого Конгресса. Для меня неимоверно приятно, что я вижу вас поруч. Все слышали вашу промову. Еще один человек, который заслужил комплиментов от Ганнопольского. А Порошенко такой «мерси за комплимент». Пане Порошенко, одне питание. Воно простое. Скажите, чего чекати украинцам восени? Кілька фраз. Ну, вопрос простой на самом деле, но острый. Я смотрю, как он истрепал Порошенко-то, а? Хорошо, на лоскуты просто порвал, да? Ну, дальше в студии. Сидит еще один профессионал. Евгений Киселев. Так, что понравился новый имидж? Я был просто потрясен. То есть, это была не ирония с твоей стороны? Видно было. Ну, какая ирония? Видно. Я подошел к двухметровому... Да, даже Киселев не понял. Даже Киселев с ухмылкой спросил, ухмылкой недоверия спросил у Ганнопольского. Это не ирония была по поводу того, какой Яценюк клевый? Худому абсолютно человеку. Ну, он всегда был худой. Я думаю, что если бы он в майке, мы бы увидели еще результаты работы в спортивном зале. Да, вот так. Вот это блымает. Это у них что-то блымает. Ну, можно простить, потому что прямой. Прямой, да. А если бы Яценюк был без майки и даже без трусов, то, наверное, вообще бы мы там, ух, прозрели. Матвей Юрьевич, что-то как-то ты это самое. В спортивном зале. Да, вот так вот. Не просто худой, а поднахачавшись. Я увидел, ну, не знаю, не щупал. Я увидел человека в великолепном костюме, который стоит немалые деньги. Удивительно. И это причем, что вы знаете, это Яценюк накачал этот костюм, потому что раньше он стоил меньше денег. А Яценюк упорной работы, сделал так, что костюм стал дороже. И это произвело ошарашивающее впечатление, потому что, в принципе, его не узнать. Ошарашивающее впечатление производит журналистика вот такого уровня. Ну, хотя мне нравится. Мне реально нравится, я вам говорю. В общем, дальше. Знаете, какой уже там кролик? Раньше кроликом дразнили, а сейчас-то уже. Усмехаются, да. Пострунивают, я бы сказал. Да, и вот это вот кролик, кролик, ему срочно надо было от этого дела избавиться. И он полностью от этого дела избавился. И ровно поэтому я его спросил. То есть кроликов с бородой не бывает? А это кто тогда такой? Кто это? А? Он собирается быть на уровне Порошенко, на уровне Гройсмана. И он понимает, вот это очень важно. Он понимает значение того, чтобы девушки любили. А что у нас за уровень такого Порошенко, Гройсмана? Это люди, которые выглядят... На них смотришь и сразу, если ты девушка, к примеру, то... Это должен быть, да, хватит, надо менять имидж. Это должен быть такой Джеймс Бонд. Особо Джеймс Бондовский выглядит Гройсман сейчас. Потому что у него уже Джеймс Бондовский пятый... Запасные подбородки у него есть, там такое, знаете, двойное брюхо. По поводу чего было очень много смеха над Арсением Петровичем. Там был длинный список претензий был, разумеется. Но вот обещание, что мы не будем закупать российский газ вообще. Не закупаем. И не закупаем. И чистословацкий закупаем. Посмотри, чистословацкий. Скоро будем закупать какой-то венгерский, короче. Да, 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 да. Это и есть чистая журналистика. Телеканал прямой, смотри прямо на все кривое. Смотри криво на прямое. И Бивис и Батхет снова в студии. Ну что, я думаю, это будет весело. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова